Всем привет! Сегодня я буду рисовать руку, на тему ног. То есть это видео будет называться «Как я учусь рисовать руки». На самом деле рисование рук для меня очень сложное и в то же время простое. Мне кто-то сказал, что самое главное это не зацикливаться на чем-то конкретном и считать, что любой предмет, который нужно нарисовать, простой. Во-первых, состоит из простых каких-то частей, цилиндров, кубы и так далее. Любой предмет можно разбить на простые части, если он сложный. Все рисуется очень просто. По поводу рук у меня были многочисленные наброски, попытки рисовать руки. Я пытался учиться по разным учебникам, где-то рисовал Майкл Хэмптон, там видеоуроки смотрел, книжку его читал, где-то Готфрид Бамес, где-то кто-то другой, забыл как его зовут. Добавок ко всему, у меня у самого есть сложность рисования рук. Руки у меня несколько иначе выглядят. И мне как бы на них смотреть не имеет никакого смысла сравнивать с рисунком. То есть, если я на них смотрю, наоборот, все хуже получается. Ну, такие вот у меня руки. Будучи инвалидом по статусу и по физиологии, есть такие нюансы, которые вот меня могут не устраивать в чем-то, но приходится с этим мириться и какие-то решения. В данном случае, вот я выбрал себе какой-то референс, вырезал руку, отрезал откуда-то, как бы кровяще, кровище, как бы так. Вот. И, глядя вот на эту руку, я как бы для себя определяю. Я могу сейчас ее просто обвести, для того, чтобы понять, как ее рисовать. Но, возникает один очень забавный момент. Даже если я обведу эту руку, я понятия не имею, как ее рисовать. Потому что я ее визуально, там, мысленно не простроил. Я не понял анатомию, там, или еще что-то. Это моя самая большая ошибка, и меня это слишком сильно раздражает. Поэтому я рисую, как бы, по интуиции. Понятное дело, что я начинаю сначала просто копировать визуальную какую-то составляющую. Буквально, вот, типа, такого вот. Рисунком прям. Можно, конечно, для себя делать какие-то там зарубочки. Да, вот, типа, ага, вот палец отсюда, вот этот палец отсюда, начинается вот так вот отсюда. И как бы по клеточкам копировать. Но это все бред. Меня это не устраивает. Поэтому я лично, по своему собственному ощущению, буду рисовать. Я рисую, буквально, скажем так, какие-то определенные моменты. И уже на них равняюсь. То есть, я больше смотрю не на референс, а именно на свой рисунок. Потому что, когда рисуешь, например, с референса, тут возникает огромная такая проблема, такая проплешина, скажем, проблем, в том плане, что есть разница. Либо ты копируешь, либо ты рисуешь. Это очень важно понимать. Здесь достаточно простая поза у руки. То есть, ее очень просто понять. Но тут еще очень забавный момент. Во-первых, это рука в ракурсе. Немножко. То есть, пальцы в ракурсе. Как бы так, так. Не просто так вот, а в ракурсе. Есть какой-то определенный поворот, изгибы какие-то. Я для себя просто сначала намечаю какие-то определенные рваными линиями моменты. Пытаюсь понять схему, как бы, и вот на нее уже опираюсь. Сразу говорю, что в этом плане, в рисовании у меня огромные такие пробелы. И мне лучше удается рисовать не то, чтобы в цвете, а рисовать формой. Искать форму какую-то. Делать зарубки бесконечные. На самом деле, рука должна рисоваться прям плавно, какими-то вот, прям вот такими ровными линиями, там туда-сюда. Но меня это пока не особо беспокоит, волнует. Я сейчас просто делаю набросок. чтобы понять, как именно все это дело рисуется. Я выбрал одну руку. На самом деле, у меня тут целая смесь этих рук. Есть вот такая вот рука, есть вот такие вот, даже с ногой. Есть вот такая вот рука. Разные обороты. Вот. И самое главное для меня сейчас просто определить, где, скажем так, начинается мой рисунок и где начинается реализм. Потому что, если я буду постоянно смотреть на референс и сравнивать с ним свой рисунок, я буду обнаруживать бесконечное множество ошибок. понятное дело, что это нужно делать, сравнивать со своим референсом. Но прежде всего, нужно сравнивать со своим ощущением рисунка. То есть, вот я нарисовал типа большой палец, вот тут вот типа указательный палец. Насколько это реалистично смотрится? Стоит ли мне по этому поводу волноваться? Нет? Или да? Есть ли какие-то расхождения? Может быть, на самом деле нужно как-то больше изогнуть вот эту линию? Может, как-то изогнуть вот эти грани там или еще что-то? Я сейчас просто тупо делаю мясо. Я могу подойти к этому еще более конструктивно. Я беру ластик, затираю немножечко, чтобы сделать прозрачным. Рисую все на одном слое, потому что знаю, что большое количество слоев, во-первых, нагружает компьютер, а во-вторых, путает, где какой слой, на каком слой ты начал, на каком слой закончил. Меня это немножко раздражает и я теряюсь. Плюс ко всему, я всегда тороплюсь рисовать. А это не нужно делать. Не нужно торопиться в рисовании. Я прям не знаю почему, но я всегда тороплюсь рисуя. Самый интересный еще очень важный для меня момент, когда я рисую с фотографией, я ее иногда закрываю. Опять же, для того, чтобы сконцентрироваться на своем рисунке. Потому что фотография это здорово. Я могу копировать сколько угодно, но для того, чтобы что-то скопировать, не обязательно обладать каким-то художественным навыком. Достаточно просто иметь при себе принтер. Ну и как принтер берешь и копируешь. меня это не устраивает. Я не люблю копировать ради копирования. Если я рисую что-то, я рисую исключительно для того, чтобы понять, как это делать, как это выглядит, как это вижу я. Вот эти основные моменты. ну и, собственно говоря, потом в дальнейшем можно будет использовать. Когда ты рисуешь для себя исключительно от себя, то в этом плане появляется своеобразное, как бы это обозначить, пополняется как бы библиотека твоих образов, собственных образов. потому что рисуя, ты закрепляешь в своем подсознании, в своем, в своей визуальной, скажем так, библиотеке, ментальной такой, эти все образы, которые ты нарисовал. Будь то рука, нога, глаз, нос, губы. В моем случае библиотека знаний, именно образных знаний, очень узка. В том плане, что я могу, например, очень хорошо рисовать нос, но про губы забыть, потому что в моей библиотеке нет, допустим, той формы губ, которую я когда-то пытался там запечатлеть. Или, допустим, никогда не запечатлевал вообще. Есть такой тип людей, вот даже художники наверняка сталкивались с этой штукой, что приходит к ним человек рисоваться портретируемый, а они его ни разу не могут ни с чем сравнить. Я сейчас деталью понимаю, что в принципе мне незачем деталить так сильно. И плюс я еще дополнительно сравниваю с референсом. Это тоже как бы ошибка небольшая. Но тем не менее, это позволяет мне хотя бы акцентировать внимание на каких-то деталях. если я хочу нарисовать похоже на то, что я вижу, да, на фотографию, я должен акцентировать еще внимание на этом, заострять немножко и создавать ощущение. Ощущение того, что я рисую. На всякий случай вырублю эту руку, чтобы она меня не отвлекала больше. Я понял, как она в принципе должна выглядеть. Вот она должна выглядеть вот так, расслабленная рука. я примерно понял, как она расположена и постараюсь это дело запечатлеть. так. Понятно. Немножечко я допустил легкую оплошность. Я специально оставляю грязь исключительно для себя. чтобы понять, где именно у меня ошибки, где именно у меня затертости. То есть, там, где я затер, значит, необходимо было обратить на это внимание. Еще я заметил, да, что у меня большой палец несколько согнут вниз. На самом деле, он должен быть попрямее. То есть, средний палец должен несколько полностью вписываться в это расстояние. У меня он не полностью вписывается в это расстояние. Более того, он должен отсюда начинаться, да. Но он не начинается отсюда у меня во всяком случае. Поэтому я его рисую по-своему. Рисую по-своему руку. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Хорошо в том плане, что я делаю какие-то свои попытки, свое видение пытаюсь проявить. Плохо в том плане, что я не копирую. И любители копировать меня за это будут ругать. Как так? Ты рисуешь вот это вот, а в итоге получается какое-то другое что-то. Нет, так не должно быть. Нет, ты что? Ты же художник, ты должен копировать. Нет. На мой взгляд, это исключительно мое мнение, художник не должен копировать. Если художник копирует, то он не художник, он фотограф. мне достаточно понять анатомию, глядя на фотографию. Я понял какую-то анатомию, понял какие-то для себя моменты и я их как бы запечатлеваю. Не ту кнопку нажал. Я вижу, что у меня кривая рука получается. почему? А вот потому в то же время может быть она на самом деле прямая, да? Кто знает? Нет, она кривая. Мое видение мне подсказывает, что что-то не так. И я могу бесконечно долго ковырять это дело и попробовать все-таки начать копировать. Но в целом и общем именно так у меня получается рисовать руку. Возможно в цвете у меня будет что-то другое. Не факт. Тут самое важное решить для себя что ты будешь делать копировать или рисовать. Рисовать в моем понимании это просто ориентироваться. Брось взять вот это вот использовать как ориентир. Тебе нужна именно вот такая поза. Хорошо используй ее. Здесь визуально ладошка больше? Да, окей. У меня тоже ладошка больше. Может быть ее стоит сделать поменьше? Окей. Можно сделать поменьше. И визуально она будет смотреться меньше. Здесь какие-то морщинки использовать? Пожалуйста используй. Нравятся тебе эти морщинки? Используй. И не зацикливайся на том что они какие-то непохожие. Вот так вот. вполне. Я пока оставлю этот набросок и нарисую другой точно такой же. То есть по той же самой схеме как я это дело вижу. Хотя нет. Вру. Я попробую нарисовать то же самое только используя другую технику построения например Майкла Хэмптона. Сейчас я рисовал исключительно от души. Как Бог на душу положил так и рисовал. Получилось не очень гадко. Следовательно мои визуальные библиотеки меня подвели. Нет ничего такого что нет ничего в моей визуальной библиотеке такого что совпадало бы вот с этим образом. Я его не удаляю. Я просто беру новый слой включаю референс и пробую проанализировать непосредственно в плане построения анатомического. Здесь у нас идет кость двойная. Она идет таким немножко плашмя. И скорее всего вот так вот идет. То есть тут не вывернута ладонь. вот здесь у нас идет такая вот прослойка небольшая. А дальше уже непосредственно сам корпус ладони. И как он он повернут к нам или от нас? Нет он повернут больше от нас. Значит здесь мы будем это дело подтирать. Корпус повернут от нас. Однако вот эта часть нам видна. Значит мы так и используем ее. Так и вот так вот. Я просто делаю анализ. Естественно я могу спокойно обвести это дело но не пойму в чем суть в чем соль. или я неправильно начал. Может быть на самом деле вот эта вот ладонь должна быть по-другому повернута. Может быть дело должно быть вот так вот выглядеть. тогда как он растет этого я не пойму и это для меня проблема. Если я чего-то не понимаю я пытаюсь это либо реально скопировать либо просто изучить анатомию кисти. Я для себя здесь вот так вот за руку делаю смотрю Почему я этого не понимаю Почему вот эта вот у меня штука съехала Вернее, ну, вот этот большой палец Я смотрю на объект И понимаю, что, ну, это не рука Это просто какой-то сложный объект Состоящий из множества цилиндров И каких-то форм Это форма Это все, что нужно знать Значит, у нас большой палец Растет откуда? Растет отсюда Есть, как бы У Майкла Хэмптона такое объяснение Когда он берет вот так вот площадку Вот Раз, два, три, четыре, пять И прорисовывает Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Как-то так И ногти Раз, два, три, четыре Здесь у нас три, да Раз, точка Два, точка Три, точка Ну, я немножко перепутал местами вот эти точки Ну, ладно Значит, у нас Всего две фаланги Вот, раз фаланга Два фаланга Три фаланга Три фаланги И Три точки соприкосновения Раз, два, три Если у меня что-то непонятно Я это изучаю досконально Это касается вообще любого предмета Любой формы, фигуры Которую я рисую Это, наверное, правильно Я точно не знаю, правильно ли это на самом деле Но мне так удобнее Мне прям нужно Изучить что-то досконально Кто-то не парится Рисует, 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 рисует И может бесконечно дорисовывать Бесконечно рисовать Раз, два, три Четыре Пять Раз Два Раз, два Три Раз Раз Три Раз Раз Такой, такой Два Три Раз Два Три Раз Раз Два Два Блин, я только вам понажал, ладно Так вот строим, да Раз 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 Два Три Раз Два На каком расстоянии здесь у нас? Раз Раз Два Три Раз Два Раз Такой Раз 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 да что ты будешь делать а не ту кнопку все нажимаем так подтираю и использовать то что у нас получилось на основании вот этого скелеторика рисуем в принципе то же самое и сравним потом с тем результатом который у меня до этого был естественно он будет немножко другой здесь у нас пальцы очень вытянуты может быть это нормально может быть как раз таки это и нужно так 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 и пошло тут у нас изгиб вот в эту сторону так тут немножко вот сюда наверно как-то странно палец выглядит бля так значит рисуем немножко по-другому так это кнопку Так, если у нас поворот сюда. Незаметно для себя начинаю деталить. С использованием каких-то схем получается наверное точнее. Но я не уверен, что мне удалось все-таки схему какую-то повторить. Потому что что-то складывается у меня впечатление, что где-то я налажал. Так. Совсем другое восприятие. Что еще я забыл. Своего рода грани нарисовать. М-м-м. М-м-м. Такой кубический немножко вариант. Но зато все более-менее конструктивненько. Что у нас тут еще имеется. М-м-м. Так. Так. Вот. Типа. Так. 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 Убираем это. Так. Так. Передвинем слегка. Так вот. И включим этот вариант. Какой из них живее? Ну, этот вариант сразу отпадает. А этот мне больше нравится. Несмотря на то, что он не похож на изначальный. И немножко кривее. Здесь еще гораздо кривее, потому что я не понял какую-то суть. Хотя, может быть... Нет, не может быть. Здесь надо было вот так вот сделать. Короче, как-то вот так вот. Ну, не суть. Самое главное в том заключается, что либо ты рисуешь по схемам каким-то определенным, либо по какой-то интуиции. Схем много на самом деле разных. Сейчас я попробую нарисовать непосредственно в цвете. Без каких-либо зарубок. Вернее, они будут, но они уже будут цветовыми. Я рисую обычно с темных тонов. Начинаю. Ну, и потом как бы разукрашиваю. То есть, сначала я рисую своеобразный силуэт. Потом его как бы вырезаю. Там пальчики все эти по отдельности. Вот. И сравниваю этот силуэт с рефом. Беру более темный оттенок. Мне нравится использовать для этого текстурные кисти. Вроде вот этих вот. Сразу вырезал для себя большой палец. Понятное дело, что в некоторых местах я могу прямо вот заходить за грани вот этого, то, что я намалевал. Меня сейчас это не очень сильно волнует. Мне самое главное просто теми же пятнами выдать форму. Пусть даже если эта форма будет немножко не подходить, скажем так, под мои запросы. А у меня сейчас один важный запрос. Это рисовать похоже. Или как я вижу. Вот мои ощущения. Так. Так. Спасибо. Я рисую изначально тенями. Потом уже подчеркиваю какие-то детали и потом уже добавляю свет. Изначально, то есть первое задание как бы основное это нарисовать форму, изобразить форму. Используя тот минимум цветов, которые я собственно говоря и задал для себя изначально. Тот диапазон вот буквально вот я двигаю буквально вот в этом диапазоне, если тут видно курсор, надеюсь видно. Вот так вот. Продолжение следует... Я даже могу использовать серый спокойно, раз у нас на сером фоне все это дело происходит. Могу использовать более темный цвет для вот этого серого, чтобы, например, разделить пальцы, нарисовать какой-то фон, даже наверное использую для этого еще один слой. А там дальше уже поверх этого слоя буду дальше фигачить. Самое прикольное в рисовании такими вот штуками, цветовыми, заключается в том, что ты уже изначально видишь силуэт, и можешь с ним делать что угодно. Здесь я могу потихонечку добавлять белые. светлые тона. Я изначально беру насыщенные цвета. Совсем другое восприятие. Естественно, я сейчас просто копирую, но копирую опять же на ощущениях. Не на каких-то там, а на конкретных ощущениях. Я зацикливаюсь на своем рисунке, который на самом деле не столько мой, сколько зрителя. Я об этом говорил в предыдущем видео. Зритель будет оценивать рисунок, не я. Зрителю уже будет виднее, похоже на что-то или нет. Потому что даже если зритель не обладает каким-то художественным талантом, именно зритель дает оценку рисунку. А художник просто воспринимает это либо на свой счет, либо на счет рисунка. И дальше идет, рисует. Не останавливается ни на чем, не зацикливается на чем-то. Это мое видение. Я так именно это все дело понимаю. Мне так проще, скажем так. Здесь интересно. Источник света падает на руку как-то вот так. То есть, если брать свет, вот он здесь тенями отражается. Вот она тень. Вот это все тень. Значит, свет у нас так и будет падать. То есть, у нас здесь будет более или менее серо. Прикольно. Очень интересный момент. Когда делаешь что-то тенями, непосредственно тени фиксируешь на своем холсте, именно в этот момент может возникать ощущение реалистичности от того, что пятна складываются в какой-то, ну, уже известную картинку. Как пазл складываешь. Возможно, мне нужно будет здесь сделать пятно. Тогда у нас все немножко меняется. Я пятна кладу примерно так, как чувствую форму. С чувством формы у меня, кстати, тоже особый такой разговор. Потому что я не всегда понимаю эту форму, не всегда понимаю, что чувствую. И возникает как бы разница ощущений с тем, что я вижу и с тем, что я ощущаю. Ощущать форму непосредственно в рисунке, это очень такое занятие странное. Больше похоже на какой-то развод. То есть, как можно ощущать то, что ты видишь? Можно. Можно ощутить это. Помню, был у меня рисунок. Точнее, даже не рисунок, а так. Копия фотографии. Вот. Я попытался тоже пятнами изобразить там то ли одуванчики, то ли что. На самом деле, я тупо копировал. Вот реально тупо копировал. Буквально по сеточке. Надеюсь на то, что у меня будет там куча лайков и так далее. Вот. Но факт остается фактом. И мне удалось повторить цвет этих одуванчиков. Желтых. И некоторые пальцы в этом месте тоже получились. То есть, где девушка держит одуванчики, эти пальцы получились живыми. Потому что брал цвета, может живые, может еще что-то. Вот. Цвета я, кстати, часто пробовал над пипеткой на фотографии референсе. Вот. Но факт остается фактом. То есть, я не ощущал форму. Неровным счетом, никаким образом я не ощущал форму. Я даже сейчас вот рисую и не понимаю форму. И это меня немножко задевает. Как так? Я же художник. От слова худо. Вот. В этом плане нужно четко давать себе понять. Если ты рисуешь что-то конкретное, ну, рисуй на свое удовольствие. Только нужно не забывать. Либо ты концентрируешься на форме, как таковой, которую ты не понимаешь. Либо ты концентрируешься на желании именно что-то изобразить. А вот желание уже подскажет. Желание тут очень важную роль играет. Потому что без желания как такового вообще практически ничего не нарисуешь. Это и есть что-то вроде вдохновения, да, наверное. А еще, на мой взгляд, есть такой интересный момент. Когда вот рисуешь. Вот я вот сейчас рисую. Понимаю, что у меня очень интересно получается здесь изгиб. Который я могу легко повторить. И мне нравится этот момент. Тут появляется желание. Иногда желание просыпается в момент рисования. в процессе рисования. И это очень, кстати, хорошо, что оно просыпается. Потому что если оно не проснется, то зачем вообще рисуешь? И это соответственно. И это очень важно. Но это очень важно как различные виды. И все остальные, то они там не просыпаны. И это очень важно. То есть вы можете принести их в ручке. И это Ecuador-городе. И это внутренний вид. Ну, если вы хотите, чтобы я не поступаю. И это очень важно. Нистентрируйте. И я вам уже так застеркопissä. И это очень важно. Вот сейчас и уже появилось какое-то ощущение формы у меня во всяком случае я уже начинаю понимать я уже концентрируюсь не столько на фотографии референси сколько на рисунке самом как бы мне это дело мне нравится рисовать на увеличенном формате не знаю почему увеличивать нравится наверное это потому что у меня привычка есть такая дурацкая деталить до того как что-то нарисуешь да вот 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 я уже начинаю деталить хотя это скажем так на данном этапе не нужно не то что не нужно не следует этого делать достаточно просто подчеркнуть какую-то форму начать подчеркивать форму это первое и только потом уже идет все остальное я перехожу к более глубоким теням исключительно для того чтобы понять стоит оно того или нет если пойму что оно того не стоит я здесь замажу все и может быть либо брошу рисунок либо найду способ как-то это дело изменить в лучшую сторону мне очень нравится здесь такой переход вот здесь вот такой вот пятнышко добавляем ой сильно света а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Лишь бы эта штука не выглядела пухлой палец. Так. Чуть-чуть посветлее берем. Продолжение следует. 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 На новом слое я буду добавлять блики, чисто по ощущениям. Как на самом деле должно быть. Продолжение следует... 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 Что тут у нас по мизинцу? Здесь мне очень нравится вот этот элемент, что мне мешает его изобразить. Вот элемент чуть-чуть посветлее его. Вот элемент чуть-чуть посветлее его. Достаточно ли реалистично это смотреть или все-таки смягчить этот момент? Каким образом мы его будем смягчать? С помощью этих ярких теней, жестких. Или, например, теней, которые как вот здесь или как вот здесь. Как вот эту тень. Или все-таки оставить вот эту тень. Тоже очень важно уметь себе вовремя ставить вопросы, какие-то задачи, чтобы не свихнуться, скажем так. Чтобы не потеряться в своем вот этом вот болоте образов, которые возникают. Я вообще вижу как. Возьмем, например, вот этот вот реф. Он работает по принципу. Сейчас даже покажу более. Увеличу чуть-чуть. Реф в принципе работает как раз вот по такому же принципу. Время от времени появляется в воображении. Я даже, наверное, вот так вот сделаю. Он время от времени проявляется в воображении. Мы видим какие-то части, которые совпадают с рисунком или нет. То же самое происходит с визуальной внутренней библиотекой. Мы смотрим на рисунок. И бац. Я бы даже, наверное, поставил прозрачность где-то 50. Вот так вот. И это, естественно, сбивает. Сбивает с толку. А что нам нужно для того, чтобы это дело было реалистичным? Вот именно поэтому я и не очень-то, скажем так, зацикливаюсь на своем рисунке. И стараюсь не отождествлять себя с ним. У меня прям реальная проблема. Залипаю на своих рисунках. Говоря себе. О, это же я рисую. Вы что? Я же крутан. Я же так все детализированно делаю. На самом деле я делаю не детализированно, а просто создаю эффект деталей. Это же вот круто. Вот я вот такой вот молодец. Вот так вот сделал. Вот это вот. Вот блики сюда поставил. Да я такой прямо вот пипец какой монстр. Да никто до меня до этого раньше не додумывал. Бред это конечно все бред. Я вот сейчас вот увеличил, заметил тут какую-то, как это называется, негативное пространство. Вот оно здесь. Негативное пространство. Так может быть мне стоит его сюда тоже вменить. Может мне стоит здесь все-таки поаккуратнее с этими линиями. Здесь по-любому негативное пространство имеется. Если я буду еще больше увеличивать, то получается, что я буду еще больше детализировать. А детализировать можно в принципе до того момента, когда вот будет вот реально почти как фотка смотреться. Но это все в принципе не важно. Важно для меня вот во всяком случае является то, как ты хочешь выразить это. Что ты хочешь этим рассказать? Что ты хочешь этим показать? Такие вопросы для меня стали актуальными буквально недавно. К примеру, когда я рисовал какую-то там иллюстрацию небольшую для себя исключительно. Вот тогда, наверное, скажем так, в начале этого года возникли такие вопросы. До этого я в принципе всегда думал о том, как что-либо изобразить. И хвастался своими рисунками всем подряд. Я в принципе и сейчас хвастаюсь всеми рисунками, независимо от того, хорошо они нарисованы или плохо. Но благодаря тому, что я в конце концов начал задаваться какими-то конкретными, понятными для меня вопросами, которые позволяют мне реально добиваться каких-то вот четких результатов. Вот благодаря этому мне стало, скажем так, больше плевать на свои рисунки. Я стал меньше на них, на эти рисунки, меньше на этих рисунках зацикливаться. Почему? Потому что зацикливание на рисунках не дает мне того чувства, которое я получаю в процессе рисования. Если я зацикливаюсь на рисунке, я оказывается зацикливаюсь больше не на самом рисунке, сколько на том, что я получу от этого рисунка в плане похвалы, в плане отзывов каких-то, как бы критики и так далее. Это все, конечно, здорово, критика, отзывы, это очень полезно, может быть, для здоровья, может быть, для здоровья духа, я не знаю. Но это точно в той же степени и бесполезно, потому что ровным счетом ты ничему не учишься, пока рисуешь. А если ты абстрагируешься, отстраняешься немножко от самого процесса рисования, вернее, от своего рисунка, от процесса этого рисунка, то в результате ты видишь исключительно то, что хочешь видеть, то, что хочешь нарисовать, и уже оцениваешь свою работу максимально объективно, ну, вернее, настолько, насколько это возможно, если абстрагироваться. К примеру, вот сейчас я смотрю и понимаю, да, вот в таком вот варианте рука смотрится вполне себе реалистично, благодаря теням форма сама страдает, рука вывихнута немножко, может быть, еще какие-то проблемы. Я могу это ликвифаем подправлять, могу это делать бесконечно, могу прямо вот заострять на этом внимание, прямо вот вообще. Сейчас вот. Нет, отмена. Не важно, могу заострять на этом бесконечно внимание и что-то там себе в голове крутить, там, мол, да, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я сейчас вижу свои ошибки и по этому поводу не парюсь. Я не парюсь по поводу того, ой, боже мой, как же мне эти ошибки исправить? Я анализирую. Ага, если у меня вот в каком-то моменте здесь вот, например, имеется в виду ошибка, в следующем рисунке этой ошибки уже не будет. Почему? Потому что я ее проанализировал. Я ее себе записал куда-нибудь. Ага. Кривая рука. Все. Я достиг, скажем так, определенного момента, достиг какого-то потолка в своем рисовании деталей, рук тех же эффекта детализированности и понимаю, что могу двигаться дальше. Если я буду социкливаться на рисунке, я не смогу двигаться дальше. Потому что я буду ориентироваться исключительно на свои ошибки. Я не буду думать о том, как эти ошибки исправлять в дальнейшем. Сейчас же, когда я смотрю и вижу, что, ага, кривая рука, в следующий раз я могу нарисовать другую позу для руки и выдумать. Например, у меня рефы тут есть всякие разные. Вот эта вот рука, например, если я ее сейчас нарисую, может быть, она будет менее кривой. Потому что в процессе рисования вот этой руки я кое-что для себя понял. Важно соблюдать пропорции. Важно соблюдать пропорции. Вот это вот место неправильно немножко. Хотя оно есть на вот этой руке. Но тут оно должно быть более гладким. Наклон должен быть в другую сторону. Здесь может быть неправильно. Сами вот эти вот места могут быть правильными. Но расстояние между ними должно быть уже. Сжать руку. Вот так вот. Длину пальцев, может быть, придется увеличивать в следующий раз. Палец большой сделать потолще. Допустим, вот так вот. Здесь какую-то грань провести более плавную и так далее. Здесь вот так вот сделать. Это в случае, если я буду реально копировать вот этот реф. Вот. Наконец-то понять, что тут за форма. Несмотря на то, что я где-то, может быть, понял, как эта форма образуется. Мне вот... Где же я понял, что форма у меня образуется правильно. Во всяком случае, я увидел эту форму вот здесь. Я понял. Ага, это мой плюсик. Ставлю себе плюсик. Где еще я понял форму? Сейчас все это удалю. Надеюсь, это удалится. Ага. Вот. На новом слое лучше нарисую. Вот. Я увидел, что у меня вот, в принципе, здесь неплохо получилось. Хотя слишком жестко. Как будто что-то у меня там грязь какая-то на этой руке. Здесь вот неплохо. Сама цветовая составляющая. Цвета очень неплохие. Вот здесь вот неплохое пятно. Здесь вот неплохое пятно. Форма, может быть, хромает, но тем не менее. Выделил плюсики. Там здесь плюс, здесь плюс, здесь плюс. Поставил минусики. Понял, что минусиков много. Начал над ними работать. В этом и заключается мой процесс рисования. Для того, чтобы учиться рисовать, важно не зацикливаться на своих рисунках. Это я себе уяснил. И еще важно не торопиться. Ну, я тороплюсь сейчас. За два часа, в принципе, можно вот так вот нарисовать. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, такие рисунки делаются в два или в три захода. Там по четыре, по шесть часов. Детальные. Это если конструктивный рисунок, исключительно академическая школа. Вот. Но я в академической школе не учился, поэтому мне не понять этого всего. Вот. Кстати, вот минус. Может быть, вот минус. Вот минус. Там еще что-то. Минус. Вот это вот минус. Непонятно. Как это все строится. Где тут что? Как тут себя проверить? Как себя проверить? Достаточно сверить себя с фотографией хотя бы. И фотографию передвинул. Понял, что не копируешь, а рисуешь на своем ощущении. И понял, что ощущение твое тебя подводит. Ощущение реальности. Самое вот интересное. Когда ты начинаешь рисовать что-то с фотографией по ощущениям. То есть фотографию время от времени выключаешь. И рисуешь по ощущениям. Потом начинаешь сравнивать с фотографиями. И либо это действительно твои ощущения совпадают с той фотографией, которую ты видишь. Либо они кардинально отличаются. Твои ощущения и фотография. В результате получается твое видение оригинальным. А фотография просто, скажем так, исходник. Это, с одной стороны, прикольно. Но, с другой стороны, кому нужен этот сюрреализм? Большая часть людей хочет видеть какую-то либо копию. Либо что-то от себя тяну. То есть, рамки не расплываются. Грани не расплывчатые. Они четкие. Либо ты рисуешь. Ты художник. Либо ты делаешь копию. Есть, конечно, люди, которые подчеркивают. Там нравится им копия. Но я сталкивался исключительно с такими людьми. У которых либо художник, либо копия. По-другому никак. На этой печальной ноте я завершу свой видосик. Оставлю все как есть. Кривую руку все-таки сотру. Не потому что не хочу здесь надписи. Потому что не хочу негатива. Не хочу негативничать. Мне нужен позитив. Плюс я для себя выявил. У меня очень хорошо получаются некоторые детали формы. Остается мне поконкретнее изучить руки. Непосредственно саму ладошку. Формирование костей здесь. Как это все дело строится. Может я что-то упустил из книжек. Вот. Я для себя сделал какие-то выводы. И на этом, в принципе, я готов остановиться. Чтобы в следующий раз начать новыми силами. Изучать уже не руки, а ноги. Думаю, это будет в следующем видео. Поэтому спасибо за просмотры. Пока.